друзья всем доброе утро в общем нижний удинск не знаю 100 градусов на улице только вышел из вагона стоянка короткая я проснулся 5 минут назад вчера видели да я там скрин наверное выставлял два с лишним градусов было красноярске я думаю чем ближе мы едем к иркутску я думаю вряд ли становится теплее хотя сейчас день там уже была ночь я посмотрю в интернете сколько здесь градусов тепла вот какой-то одинокий паровозик стоит тесто не знаю что за техника ну-ка кто в курсе ж.д. техники что эта штука делает следующая остановка у нас часов 16 а сейчас время сейчас время где-то час 30 здесь уголь добывают практически везде здесь уголь мешок ну да он разрез разрез азейский вот они там не небольшие не крупные все и почти ко всем железнодорожные ветки продолжат сейчас здесь там старый-старый теплого стоя 2 возит уголь однаголова то есть уголь залежу более близко появится черемхова и свирский дальше в свирский аккумуляторы делают аптеки звери вот так вот вот так вот уровень воды вот пятиэтажка стоит много порушенных домов много погибших губернатора сменили вот ребят я не буду говорить геолокацию прошла информация да что на этом пути где-то вот здесь закопано золото колчака вот сейчас тебе в комментариях напишут там специалистов нахренища пишите в комментариях пишите в комментариях да может кто-то знает точные координаты 300 поста ребят мы на станции зима ну и за окном у нас на самом-то деле тоже реально зима вот наш поезд я хочу показать другое не знаю получится показать нет видно будет не видно он то здание которое виднеется это здание старый вокзал оно еще стояло при колчаке знаете да сейчас я попробую как-нибудь пройти так чтобы его было видно не за может руку вверх поднять он он то старинное здание вот я слов ну более-менее видно оно еще было при колчаке ну вот я об этом сам не знал с нами по дороге едет мужик вот работает дальнобойщиком много интересного нам рассказывает вообще про эти места он едет какой-то поезд нам бы дорогу перейти перед ним а но он одиночный едет смысла нет дергаться главное чтоб какой-нибудь пассажирский или товарняк пути не перекрыл это было бы обидно а так вроде ничего страшного сейчас проедет вот это стороны тоже часть здания видно я он здание тоха сходилась там про который ты говорил сейчас но проедет я издалека его увидел я думаю главное чтоб не товарняк какой-нибудь ехал который здесь все загородит да я еще прогуляюсь вот вокзал станции зима электровоз кто хотелось к машинистам электровоза отметьте в комментариях кого может быть была мечта кто-то хотел стать космонавтом кто-то вон эти штуки убираются сверху опускаются кто-то хотел стать космонавтом кто-то водителем а кто-то может быть машинистом электровоза ну или тепловоза или паровоза там уж не знаю я был на вокзале зима получается весной был летом а теперь зимой ну реально прохладненько не зря наверно здесь ниже к иркутску холодает не зря название такое зима много не получается снимать все равно потому что холодный но и до световой день он конечно решает на многих станциях где по поезд тормозит на пару минут всего там на улицу выйти поснимать не получается да из окошка тоже ничего не видно если в поезде горит свет то собственно все все равно отсвечивает а что сейчас едем дальше в сторону иркутска дело шьют пропустите пожалуйста спасибо это все мы в иркутске я стану будет сходить купить хлеба вот буйного вывели в наручниках все красиво я уж там сильно отсвечивать камеры не стал не знаю кстати почему нас на первый путь не высадили ну садятся к нам вагон много народа мне кажется столько людей не вышло сколько сейчас садятся ну хотя здесь вход на два вагона у нас же один проводник очень крутой знаю попутчик ехал серёга вот серёга есть это смотришь обязательно дороге где-нибудь когда-нибудь увидимся я думаю ну и тебе хороших дорог обязательно твоей работе само здание вокзала ржд иркутск да я через из решил не проходить а потому что обратно возвращаться там нужен паспорт будет не нужен что-то как-то это я с тобой ничего не взял пригородный едет электричка как-нибудь и в иркутске побывая здесь красиво 10 набережная такая дома там с той стороны все прямо в подсветочках сейчас если вдоль поедем поснимая если получится если сильно отсвечивать не будет через стекло заходим вагончик замерзший он как дверки промерзли хорошо прям вообще попробовал шапкой закрыть так-то большой красивый городок вот так вот не знаю что видит камера из окна поезда так-то красиво особенно когда по городу едешь какой-то такой город большая как так я приятно как в так и а и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Всем добрый вечер мы в Чите пошел в магазин надо хлеб найти там какие-то вроде мимо проезжали видно было варечки есть вот опять уже темно сюда ехали были степи да я и что-то весь день опять лениво проспал на самом деле у нас то время уже нормально сместилась о а вот и магазинчики продукты мороженое холодные напитки в общем отлично сейчас зайдем получилось получилось 130 рублей за лепешку и хлеб так то наверное это нормально для вокзала по крайней мере по ценникам вокзал здесь конечно попроще чем будет в том же красноярске новосибирске кстати все кто с нами ехали в автовике полный вагон они чете все вышли с видимо к нам еще народ подсядет вроде только привыкаешь к попутчикам а уже бац и новые ребят всем доброе утро снова не проснувшийся блогер сейчас зашел магазин купил хлеба с печеньками типа как кофе печеньки вы поняли проект я говорю 10 рублей пачка небольшая здесь стоит здесь к еврофея вообще ценники не маленькие вот там на дороге есть гости его до гостиница кафешка обратном пути я помню как потом две и большие порции картошки две курочки маленькие на 1000 рублей вышли это было круто простукивают вагоны все по классике погода непонятно сейчас какая а минус 8 тепло кстати минус 8 это хорошо время 12 дня я смыть маленько взбодрюсь а то блин по ночам кино смотришь книжки читаешь прикольная штука что они делают он знает что мы станции сковородина подъезжаем так как были холмы холмы раз населенный пункт так как было станция сковородина или сковородину блин я опять не знаю как правильнее и выговорить я вот помню в прошлом видео там дальше по пояс стоял его ходил снимал сейчас он далековато не пойду вот но с прошлого видео это летний перегон nissan сирены был можете он тот поезд посмотреть на этой станции видео есть на улице вроде бы минус 12 час показали на том здании вроде бы как бы не так уж холодно по сравнению по крайней мере с тем как это ощущалось в иркутске красноярске он собачки у нас встречает ждут покушать видимо 1 едем дальше обзор вагона наверно буду хабаровске снимать там будет большая остановка там обзорчик по вагону наверное я и сниму время 9 вечера станция макдагачи ну почти 9 перейду так это похожу здесь что-то не ларьков прям ничего такого нету вот может есть где-то дальше здесь стоянка короткая очень да и я считаю вернусь обратно потому сейчас на этот путь кто-нибудь садь не здесь можно по верху кстати пройти вот есть проход по верху если что в принципе если вдруг на путь подъедет зима гуляем шортах вот везде видеонаблюдение висит один минус путешествие зимой вот только на поездах один этого то что просто короткий световой день ничего не поснимать просто как бы это конечно печально по крайней мере мне не поснимать на мою вот эту вот маленькую камеру на диджай понятно что если у тебя там зеркалка какая-то то конечно можно но опять же мне это очень несподручно потому что и сумки и все то есть не пока вот очень удобно диджай пакет пользоваться либо гоупрошкой а ты снимаешь один грубо говоря для себя ну это наверное идеальный вариант ладно далеко бегать не будем и кого там сапсанчика не едет а то сапсан как про и появился так сразу пролетел а потом они уже борзли начало не кином и сидит гранит и и оберегая и 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 Для того, чтобы для обрака Делали на связи с тем самым Исфирский ракет Подали еще На Новгородском приеме еще Подали эти Какие образы Как-то вышло на улицу У нас они разработки Ухань Ухань Все Просто как на общинский фактор Мы решили Ухань Пока Внутри Ухань 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 Амур Водо еще скинуло Здесь не стоит Если вода не подымалась, где было каких-то дорог? Помало Если вода поднималась На оборот поднималась Они сюда сбрасывают Зея буреет Стоит Сейчас мы скинули Стоит 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 Другой Стоит По любому По кругу Не гоняй Лишних 170 километров Терри За бург Дело Ребят Мы в Хабаровске Сейчас небольшой обзорчик вагона сделаю. Так, вот этот вот вагон сейчас. Дверь выключена. Здесь нажимается кнопка, чтобы она не работала. Получается. Водичка тоже на стоянке не работает. Аппарат кофейный. Ценники ставьте на паузу, смотрите. Я видос снимаю. Вот наше место у нас тут. Да, ей тоже. Пару розеток. Сверху вот такие вот просто езбишники. Я в зубах буду держать камеру. Да, и снимать видосы и ехать. Вот здесь нам узбеки, которые до этого ехали, оставили пакет с тухой курицей. Под сидением, прикиньте, такая вот не стояла. Сейчас дальше пройдем. Здесь контейнеры при сортировке. Вот такой у нас обалденный здесь санузел. Все на сенсорах, на кнопочках. Ну, как обычно, я уже снимал обзор такого вагона. На самом деле, душ, душ рабочий. Самое главное, что он рабочий, он еще бесплатный. Ооо, работает. Не будем тратить воду зря. Сейчас я выйду из туалета какой-то, с камерой. Ну, давайте. А здесь везде, кстати, шрифт брали. Все работает вот так. То есть, сенсор. Руку поднес, он работает. Здесь ничего нет. Шкафы. Здесь работает кнопочка. Стоп-кран очень нужная штука с огнетушителем. Все, а сейчас на улицу во Владивосток. Во Владивосток, в Хабаровск. Да не, вот все нормально. Сейчас выйдем в город. Обратно через вокзал вернемся. Ну, здесь что-то постоянно ветерок. Собственно, что летом было ветрено, что сейчас ветер такой хороший. Он знакомый и в магазинчике. Отчего проход закрыт? Через вокзал. Нашел я вход, нашел я выход. Причем вход был там, где висит табличка. Вход воспрещен. Такое бывает. В принципе, мне особо ничего не надо. Я так, может, выйду. Памятник Ерофье Павловича сниму. Да и, собственно, вернусь обратно. Здесь я был последний раз летом. Здесь было куча голубей. Работали вот эти фонтаны. Сейчас все выключено, не работает. А завтра мы уже будем в Хабаровске. Ходить по зеленому углу, по рынку. Искать машинки. Хабаровск. Ерофей Павлович Хабаровск. Вот такой вот сам вокзальчик. Или пойти до магазинчика дойти. Пойду-дойду до магазинчика. Куплю себе газировочки. Тут даже он KFC. Кстати, интересно, а кто-нибудь доставкой к поезду вообще пользовался у меня из подписчиков? Ребят, да, нет, там напишите в комментариях. Так просто ради интереса. Что-то там полиция стоит. А я в тапочках иду. Вообще, блин, они что-то в этих тапочках увидят, скажут. Ё-моё. Что за фигня? Надо его задержать. Пойду-ка я, как правильный парень, пройду через пешеходный переход. Так. На всякий случай. Супермаркет 24. Вот сейчас в него и зайдем. Ну, здесь что-то вообще холодно на самом деле. Да. Тепло. Не работает. Всё. Пустой вагон. Время 6 утра. Ну, ещё остатки пассажиров выходят. Я думаю, на этом наше видео будет заканчиваться. Ребят, ну всё. Абсолютно пустой вагон. Мы здесь ехали 6 дней. Это были классные 6 дней. Проехали всю страну. Сейчас мы выходим во Владивостоке. Наверное, эти серии уже заканчиваются. И новые видео уже будут отсюда. Сейчас съедем в гостиницу. А потом на зелёнку. Смотрите новые видео. Как говорится, спасибо этому поезду.